Сегодня Киселёвск стал площадкой для крупных областных тактико-специальных учений по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясения. Создатели эвакуировали из овалов пострадавших. В это же время здание обследовали кинологи со своими верными помощниками. Рик – собака молодая, на службе около года, но перспективы у него большие. На сегодняшних учениях он нашёл человека всего за несколько минут. Кстати, четвероногий спасатель уже и в реальных ситуациях себя успел показать. На той неделе мы выезжали в тайгу на техногенный завал. Проходили, скажем так, там была уже информация по поводу того, что нету пострадавших. Но для того, чтобы полностью убедиться в том, что пострадавших нет, мы, естественно, собачкой отработали территорию. Слава богу, обнаружений никаких не было. Выезжали в Верхотонку месяц назад, всё лето отработали по лесным поискам. То есть собаки рабочие. Когда животное в природной среде встречает незнакомый объект какой-то, две линии поведения всего есть. Первая линия поведения – это нападать, агрессия, да, ну, как хищник делает, либо убегать. А здесь мы учим собаку, чтобы она при виде незнакомого человека радовалась и обозначала его голосом. Первые действия при угрозе возникновения землетрясений в Киселёвске отработаны. А это значит, если природа решит устроить людям испытания в виде подземных толчков, киселёвские специалисты служб экстренного реагирования не растеряются. И будут действовать чётко по инструкции, которую, как показал сегодняшний день, знают на зубок. Лилия Модина, Евгений Притко, Юрий Мирунко. Градские новости, телерадиокомпания «Киселёвск».